Всем привет, друзья! С вами Нервгорн и я вас приветствую в этот теплый ночной день в игре Айленс. Мы продолжаем играть, продолжаем развиваться и сегодня я, надеюсь, завершу постройку корабля, точнее декора. Давайте начнем. Первое, что я бы хотел сделать, я бы хотел сделать двери. Не забывай поставить лайк этому видео, потому что каждый ваш лайк меня стимулирует к новым видосикам. Давайте посмотрим. Вообще дверь я бы хотел поставить вот такую вот, да, дверь с силовым полем. Давайте поставим и посмотрим, как она будет вообще функционировать так вот в этом, вот в этом разделе. Во-первых, как видите, нужно дверь подключить к электричеству. И вот здесь вот интересный момент, как это все будет работать, имеется в виду. Нужен будет рычаг или что? Давайте прям вот напрямую покажу. Запитаем и заодно проверим. Ну, черт, подвисания вот эти, конечно. Вот, силовое поле включилось. Смотрим. То есть, нужен рычаг, ребят. Это нехорошо. Почему? Потому что, как бы это вам сказать-то. Стоп. А что, я не могу забрать дверь? Серьезно? Серьезно не могу забрать дверь? Да нет. Сейчас разберу, вернусь. Так, ребят. Я, в общем, в креативе есть дверь. Есть дверь вот такая же энергетическая. Она так же выглядит, только здесь именно дверь. И вот, можно было бы и дверь силовым полем оставить, но, ребят, нужно было бы мучиться с подключением рычагов, чтобы открывались с одной стороны и с другой стороны. Это довольно-таки муторно. Я почему-то не очень хочу. И вот сейчас я подумал, может быть, изначально я хотел две двери стоять, но может быть мне всего лишь одну воткнуть дверь и посередине просто, допустим, железную взять. Давайте, допустим, какую-нибудь... А, давайте вот так вот. Давайте просто выберем дверь. Хотя вот тоже прикольная дверь, хоть и с решеткой, но все-таки. Хм... Или вот такую дверь взять. Нет, давайте-ка мы железную возьмем. Как раз она будет... Я понял, почему. Короче, две двери будет у нас. Потому что, если я сделаю одну дверь, то она будет в... Как бы, ну, не симпатично смотреться, так скажем. Так, ребят, я здесь сделал просто стеночку. Вот так вот воткнул. И, ну, просто вот такие железные двери поставил две. Все, вообще без запар каких-то дополнительных. Решил что-то... Что-то вообще не мучиться. Так, давайте я здесь хочу блоки поставить. Но вот смотрю, что... Тогда вот так вот поставим. Вот три. Раз, два. И еще три. Вот так вот. Оп. Во, отлично, отлично. Смотрится. Все. Здесь я вообще подумаю. Может быть, что-то размещу. А может быть, вообще ничего не буду размещать. Потому что, в принципе, это у меня, как бы, знаете, ну, типа взлетная полоса. И, то есть, здесь я приземляюсь. Так. Давайте дальше. Окей. Внутри. Якорь. Якорь меня, в принципе, полностью устраивает. Но, с другой стороны, его можно где-нибудь здесь поставить. То есть, когда я выхожу, допустим, да. И когда захожу, я снимаю с якоря, и все. То есть, тоже как вариант. Можно его переставить. Ну, ладно. Мы это подумаем. Дальше. Давайте подумаем, куда кровать поставить. С одной стороны, каюту бы отдельную, конечно, сделать. Но уже корабль, ну, не под это. Затачился изначально, да, все-таки. Но, ладно. Давайте где-нибудь здесь сделаем, допустим, кровать. Поставим сбоку. Так, ну-ка. Кровать. На самом деле, нормальных кроватей здесь нету. Вот, вот я только недавно это понял. Смотрите. Панцерная кровать, ну, типа, железная, да, с такими вот. Типа, вроде бы симпатично смотрится. Но вот, то, что здесь всего лишь какой-то матрас и, не знаю, бамбуковое одеяло какое-то. Типа, где подушка? Где, ну, где нормальная, типа, кровать, да? Как в понимании. Давайте эту кровать я и поставлю. Где-нибудь здесь, наверное, вот так вот и сделаем. Или вот так, или поближе все-таки к мотору. Так, ну-ка. Такое чувство, что чуть-чуть вот неровно, да? Вот так вот ровно, по-моему, да. Давайте я вот так вот его подвисла, что ли. Да, опять подвисла игра. Прям именно подвисает. То есть, это вообще очень странно. Вот так вот. Окей. Окей. Так, ну все. Ну-ка, проверим. Все нормально, ложится. Двигатели, типа, тихие. Все нормально. Так, сюда тумбочку какую-нибудь нужно воткнуть. Тумб... Тумб... М... Мбать... Нет. Так. Комод. Что такое? А, да, я понял. Возможно, это из-за того, потому что у меня... Нет, у меня доски есть. Так. Так, да. Давайте сначала тогда сделаем вот так вот балки, может быть. Потому что могут быть в некоторых моментах использованы балки. Вот так вот. Окей. И, допустим, вот такие вот всякие. Вот. А, это деревянный стол. Ну, я просто... Для меня это все-таки какая-то тумбочка, что-то типа такого, да? Ну, ладно, окей. Разве... Разве мне... А может быть просто сюда ваткнем сундук? Кстати, как вариант. Еще один сундучок и... Типа, экономим место и все такое. Ну-ка. Ну-ка, более ровненько. Так. Ну, да, еще. Ну. Сейчас. Ну, уже... Есть, отлично. Ровность поймали. Хочется, чтобы было красиво. Поэтому давайте вот так вот ставим. Все, сундучок у нас как раз-таки. Еще есть сундучок большого, большого размера. Дальше. Еще сегодня, на самом деле, нужно бы электричество привезти. То есть, полностью осветить корабль. Это было бы красиво. Так, давайте стол возьмем. Посмотрим, какой он красивый. Так, можно железный стол, а можно железный стол с ящичком внутри. То есть, наполовину хранилища будет. Вот такой вот железный стол. Типа... Нет, давайте обычный железный стол возьмем. Где-нибудь здесь. Чего я вижу? Стоп. Я вижу какие-то текстурки битые, да? Вот здесь вот. А, это ящик типа. Все, все, все. Это не текстурки биты. Это ящик. Не знаю почему, но... Ну, как... Вот такие блоки, они не хотят вставать по сетке, да? То есть, и их нужно выравнивать. А так как... Система выравнивания здесь довольно-таки, ну... Она непонятная, так скажем, да? Вот кресло. Смотрите, есть очень мягкое такое стул. Ну вот, давайте стул посмотрим. Стул. Ну вот, типа, вот такое количество стулов, ну... Ладно. Окей. Давайте здесь вот поставим. Только его вот таким полубоком поставим, да? Вот так вот. Вот так вот. Оп. Окей. Ну-ка. Какой-нибудь шкаф или что-нибудь такое. Опять игра подвисла. Ничего не поделаешь. Так вот, кстати, вот. Деревянный шкаф. Может быть, его? Ну-ка. Ну-ка, доски. Давайте сделаем... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Какое-то... Какое-нибудь количество. Окей. Кстати, вообще, на самом деле, вот так вот можно все материалы смотреть. О, сейф можно взять, поставить. Чисто просто ради прикола. Вот, смотрите. Здесь как раз-таки он... Почему... Почему этот шкаф? Потому что у него есть вот наверху такая вот поверхность. О, господи. Я мышку вот... Вот вы не представляете. На секунду поворачиваю, но она смечается очень резко. Тут есть вот такая поверхность, на которую можно какие-то трофеи поставить, да? Или что-то в этом роде. Так. Так, готово. Что-нибудь еще. Давайте посмотрим что-нибудь интересненькое. Может быть, какие-нибудь паласы или что-нибудь такое, да? В принципе, можно, если мех найти, то можно сделать, положить какие-нибудь красивые меховые ковры, к примеру. Так. Ну, вот и деревянные. Вот такие вот, к примеру, да? Египетский ковер. Ковер с изображением кошки и тому подобное. Ну, такие вот штуковины вполне можно разместить. Но, в принципе, посмотрите, вот на данный момент декора не очень много, да? Можно поставить. Ну, можно поставить бочечки, конечно. То есть, задекорировать здесь, допустим, вот так вот, к примеру, так вот. Да? Какие-то моменты. Так. Не знаю, куда-нибудь еще. Куда еще бочку одну можно запихать? На самом деле, запихать-то куда угодно можно. Ну, давайте здесь тоже поставим бочечку. Исключительно просто для вида. Вот здесь вот, конечно, мало как-то, ну, не похоже на рубку управления. Но здесь, если поставить какие-то лишние блоки, да, то это все будет мешать проходу. И поэтому не очень красиво будет смотреться. Так. В принципе, на самом деле, и все. То есть, сейчас мне остается только освещение. Давайте. Давайте с освещением. Знаете, что я хотел проверить? Одно. Одно. Ну, так, лампа, фонарь, фонарь, так, лампа, нет. Лампа, прожектор, давайте вот так. Прожектор, тоже не то. Как же освещение-то называлось-то? Я вот одно. Так, сейчас найду нужную мне штуковину и продолжим. Вот. Смотрите, большой светильник. Во-первых, видите у него как вот, как он светит? И мне вот интересно, он именно светит, ну, как прожектор или что? В общем, в любом случае, давайте я размещу их вот здесь вот внизу. Мне хочется их разместить. Мне кажется, это будет интересно. Во-первых, я бы хотел его вот так вот установить. Так. Нет. Давайте. А, запутался. Так, светильник. Оп, оп, оп. Да что с такой-то? Почему я его не могу установить? Что-то не понял. Вроде бы должно работать. Так. Хочу поставить. Переход. А. Наверное, надо на пустой слот, да. Давайте вот так вот. Ну, в общем, вот так вот. На четверочку. Светильник. Оп. Да, вот теперь он устанавливается. Так. Ну, видите, у меня здесь очень хорошее место для как раз-таки, ну, как бы, типа прожекторов, что ли, или для фар. Так, как-то так, наверное. Так. К примеру, давайте вот на этой, на этой стороне попробуем. Ну, вот, даже вот, даже вот так вот, если установить, уже неплохо смотрится, да, по-моему? Уже неплохо смотрится. Так, что-то, что-то оно... А, не получится, понятно. Не получится погрузить, потому что, когда мы жмем правой кнопкой, хотим эту функцию переключить, она у нас скидывается, вот, вот эту линию, что переключить в другом, в другом формате, так скажем. Так, опять же, поворачиваю. И вот как-то, как-то у меня получилось здесь так с первого раза запихать, но теперь как-то не очень. Ну, вот давайте хотя бы так. Вот так вот поставим. Теперь мы переворачиваем. Так, нет. Вот так вот. Это у нас получается на третий, на самый... На самый высот... Вот здесь вот где-то. Ну, а здесь, скорее всего, сейчас не получится, да? Да, скорее всего, не получится. Но мы можем сделать вот так вот, взять вот так вот, и... Оп, оп, опустить, а? Хитро, хитро. Пынк. Ну, ну, что-то близко, опять подвисло. Близко, но не очень, да? Изменить цвет можно. Надеюсь, светить они будут достаточно прикольно. Так, где-то вот здесь вот, наверное, да? Вот где-то вот тут вот. Оп, опускаем. Нет. Слишком... Слишком мало. Так. Тяжело достаточно устанавливать эти фонари, и вы прекрасно видите, да? Почему? Есть какие-то непонятные ограничения постоянно. Они постоянно как-то хотят повернуться очень странным образом. Вот почему он соскочил. Во-во-во-во-во. Вот, хорошо. Вот, ну, почти ровно. Все, почти ровно. Так, ладно. Электричество к ним подключим чуть попозже. Электричество к ним подключим чуть попозже. Нам нужно определиться с освещением внутри. Но есть проблема. С освещением нужно работать лучше, когда ночь наступит, да? Поэтому мы давайте в первую очередь поспим. Я прямо вот так вот... Оп, все, встаем. Ну, встаем, я сказал. Вот у нас уже темно становится, но еще не полностью. Во. Все, вот мы сейчас... Давай, вставай. Вставай. Не сразу почему-то от первого лица хочет двигаться. Так, знаете, что я бы еще хотел проверить? Светильник. Светильник. И вот, смотрите. Праздничные энергетические свечи. Давайте их возьмем, попробуем установить. Они, во-первых, и ставятся довольно-таки прикольно, по-разному, да? Вот, допустим, вот так. Видите? То есть они ставятся... Вот, допустим, тут вот. К примеру. Поставим. И мы сейчас сразу же посмотрим, как они у нас будут светить. Давай-ка, давай-ка. Оп. Так. Но, в принципе, очень-очень даже не дурно. Вот я сейчас смотрю. Типа, очень даже не дурно. Если мы поставим, допустим, здесь одну. Здесь напротив еще одну. То есть уже будет очень-очень отлично. Притом, видите, я фонарь снял, как бы. Ну, да. Допустим, вот так вот еще одну подключим. Сейчас к ней проведем электричество. Только здесь нужно будет как-то это красиво сделать. Надо будет сюда, наверное, потом вот сюда и... Так, давайте как раз-таки переходники эти все поставим сейчас. Так. Опять игра подвисла. Так. Теперь где-нибудь здесь тройник, раздвоитель и тому подобное. Опять же, вот сюда вот его ставим, переворачиваем. Так. Оп. Все, перевернули. Теперь его нужно подключить именно, как бы, вот сюда вот прям. Так, вот здесь вот освещения нет, но, в принципе, здесь, мне кажется, и не нужно, честно говоря. Потому что это такая часть, ну, как бы это сказать, техническая, что ли, наверное. Так. Подключили. Давайте вот так вот. Вот так вот. Единственное, только... Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Отличненько. Отличненько. Просто. Шикардосно. Все, есть подключение. Эти провода я пока никуда не могу спрятать. Да и как мне их спрятать? Это нужно делать либо подпул какой-то, да, один уровень специально для того, чтобы исключительно проводить провода. Это слишком шикарно. Но вот уже освещение вполне достойное, да, по-моему. На мой взгляд, по крайней мере. Так. Здесь единственное, что, наверное, как-то нужно что-то другое поставить. Более внушительное, наверное. Я бы, знаете, что поставил? Какие-нибудь... О! Кстати. Вот сейчас же ночь. Как раз-таки нам и нужно заняться. Глянуть, как у нас светят вот эти вот прожектора. Специально ночь. Так. Ну. О! Кстати, отлично. Отлично. Именно этого я и добивался. Типа направленный луч. Да, то есть, конечно, не мощно. Не мощно. Но риф или что-нибудь такое спереди. Вполне можно увидеть. Так что это очень-очень-очень-очень достойно. Именно этого я и добивался. Так. Ну, давайте, наверное, что сделаем? Во-первых, давайте я нажму на паузу для вас. И освещу все. И просто покажу результат. Потому что если я сейчас буду рассказывать, как я каждую лампочку устанавливаю, то это будет слишком долго. Лучше я установлю все. И вам покажу реальный результат. Так что скоро вернусь. Так, ребят. Я вроде бы закончил. И, честно говоря, я чуть-чуть немножко пригорел даже. Потому что у энергетических сетей есть небольшое ограничение. Да. То есть, сеть недалеко можно вести. И, в общем, я замучился кое с чем. В общем, смотрите. Освещение сзади я сделал вот так. Вот просто без всяческих наворотов. Этого вполне здесь хватает, чтобы как бы видеть все нормально, да? Внутри. Внутри. Я добавил вот здесь еще две свечки. Ну, и все. И вот здесь, конечно же, две свечки стояли. Все понятно, да? Все понятно. Все это нормально. Выглядит очень прикольно, на самом деле. Освещение. Понятно, что ярким сделать очень сложно. Это надо будет прям вообще запихивать очень много освещения. Мне вот этого, в принципе, достаточно. Так. Смотрите. Пришлось здесь прям наворачивать. Видите, сколько раздвоителей энергетических. И вот вся фишка в том, что, допустим, от источника энергии и до какого-то участка, если мы разделяем, 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 разделяем электричество, оно в какой-то момент перестает, так скажем, передаваться. То есть вот эти вот разделители, эти провода, есть какое-то ограничение на эти провода. Я пока точно не знаю, какое ограничение. В общем, и когда я начал разделять на эту сторону, перекидывать все, чтобы пустить по этой стороне освещение на как раз-таки прожектор, который вот тут вот работает. Да, который вот с этой стороны. То, как раз-таки мне и не хватало. Не хватало мощностей вот этих вот электрических сетей. В общем, так. Подлагнул. Я мучился, мучился. И в итоге просто еще один генератор поставил. Вот, вот, вот он. Все. Все. Типа, все нормально. Пустил на него. Только прямо вот специально, прямо у меня под конец уже я такой, типа, да что ж такое? Очень неудобно, ребят. Еще подлагивает. Еще FPS серьезно проседает. Потому что каждая вот эта вот энергетическая сеть, она живет FPS. Она реально живет FPS. Еще когда идет дождь, и FPS вообще проседает. Я уж не представляю, что он на других компьютерах, если на моем даже так лагает. И вот, ребят, наверное, я буду подводить к главной теме сегодняшней серии. И что вот эта серия будет, как бы, последняя на этой версии. Потому что, честно говоря, показывать больше нечего. Ну, реально, показывать больше нечего. То есть, я сделал уже все практически. Осталось только некоторые моменты. Показать это определенную броню, которую можно исключительно найти. Типа, там, легионерская, по-моему, да. Акваланг, собственно говоря, который тоже нужно найти. Но это такие моменты, которые нужно искать. Я, честно скажу, я часов пять, наверное, потратил на это. Может быть, конечно, меньше. Может, я преувеличиваю. Мне только показалось. Но точно больше двух часов я плавал и искал подводные какие-то сооружения. Или, не знаю, что-то затонувшее. Чтобы найти акваланг и показать вам. В итоге ничего такого подобного я не нашел. Ну и, в общем, решил смириться. Решил смириться. Ладно, думаю, нет, так нет. В итоге больше показывать, в принципе, и нечего. Что остается? Остается строить, да, какие-то, может быть, моменты. Кстати, такое чувство, что вот сюда заряд не идет, да? То есть, вроде передается что-то, но заряда как будто нет. Надо будет с этой стороны пустить энергию. Кстати, вот давайте прямо сейчас, может быть, и сделаем это. Так вот, и показывать, в принципе, больше нечего. И, ребят, скорее всего, следующая серия по этой игре выйдет тогда, когда я... А, странно. Когда я... Когда выйдет новое обновление по игре. Я надеюсь, оно будет уже очень значительное. Потому что, вот, хотелось бы, чтобы вот всяческие такие вот небольшие лаги. Допустим, глюки с инвентарем. Глюки с... Вот он начал заряжаться. Глюки с тем, что... Вот я бы здесь еще бы одну поставил. Глюки с тем, что инвентарь глючит. Глюки с тем, что иногда игра не сохраняется. Имеется в виду, когда вы выходите из игры, она начинает сохраняться, но... Ну, просто тупо не сохраняется. Вот есть такие тоже. Точнее, и подвисает при сохранении. То есть, вот этот значок сохранения крутится, да, но... Как бы игра не сохраняется. И множество таких вот мелких вещей. Я надеюсь, что рано или поздно это... Иравит. Кстати, вот эту вот... Вот эту лампу не подрубил. И тогда я обязательно продолжу играть в эту игру. Она мне очень нравится. Я надеюсь, она будет развиваться. И развиваться будет очень позитивно и очень мощно. К сожалению, разработчики решили выбрать такой вариант развития игры, как раз в три месяца, но крупное обновление. На мой взгляд, лучше бы они каждую неделю выпускают понемножечку, да, как бы. Но мы бы видели, что игра развивается, да. Потому что для песочницы это важно. Для особенно игр, которые в Альфе находятся, это тоже очень важно. Видеть, что игра развивается. Да, они пишут где в блоге, да, где в блоге или как это правильно называется, где пишут, что вот будет такое-то, такое-то, вот будет такое-то, такое-то. Ну, ребят, ну, серьезно, хотелось бы именно ощущать это уже, да, а не читать ваши сообщения. Я про разработчиков. В общем, пишите комментарии по этому поводу. Пишите комментарии, может быть, свои какие-то мысли по поводу игры. Обязательно поддержите меня в этом видео лайком. И всем всего. Спасибо за просмотр. И жабалуба! Короче, пока. Субтитры сделал DimaTorzok